В эфире программа «Лицом к лицу» и я ее ведущий Евгений Агарков. Здравствуйте. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развиваться в украинском Донецке, заявил Петр Порошенко. Вчера президент Украины посетил с рабочим визитом Донецкой области, подписал изменения в закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об итогах визита мы поговорим сегодня с гостем нашей студии, политологом, главой Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко. Здравствуйте, Владимир. Давайте начнем сразу с этого визита, потому что мне немножко неясен месседж. Петр Алексеевич открутил вентиль, да, это действительно важное событие для Авдеевки, учитывая прошлогоднее, когда было перебит и свет, и газ, пообещали, что восстановят. В 2018 году газ восстановили. Какие еще вы важные элементы этого визита можете отметить? Во-первых, я напомню, что президент бывает на передовой, в зоне конфликта, возле линии разграничения регулярно. Не всегда для этого есть какие-то конкретные поводы. Я думаю, что это правильно, глава государства, верховный главнокомандующий должен контролировать самый горячий регион в стране, там, где идут боевые действия, там, где, к сожалению, пока нет мира. Поэтому регулярные визиты его в этот регион вполне закономерны. Не всегда нужен конкретный повод. Чаще всего это действительно связано с какими-то военными делами. Но сейчас повод мирный. Все-таки открытие восстановления газопровода в Авдеевке это действительно акция символическая, но значимая. Это знак того, что город возвращается к нормальной жизни, а город практически на линии боевых действий. Второй важный момент. Во время вот этой церемонии президент Порошенко сделал важное заявление о том, что он призывает партнеров и стран ЕС тоже подключиться к восстановлению городов в зоне конфликта на Донбассе. При этом он предложил такую интересную схему, когда каждая страна ЕС может взять себе отдельный конкретный город, благо, что на Донбассе городов хватает с избытком, на всех стран ЕС даже не хватит, хотя бы крупные города, крупные районные центры, чтобы они помогли их восстановлению. То, что, конечно же, Украина в нынешней ситуации... То есть мы сами не в состоянии в данной ситуации справиться. Украина многое делает, но, конечно, ресурсов, финансовых, экономических ресурсов не хватает на полноценное восстановление. Просто она цитата несколько странно звучит. Пусть Германия возьмет на себя ответственность за Краматорск, пусть Греция за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны примут Северодонецк. Вот эта фраза, пусть возьмут ответственность за это. Нет, ну это публицистика, да, можно... Я думаю, что президент говорил эмоционально, не всегда, может быть, сверяясь с написанным текстом. Здесь важна суть. Речь не идет о том, что... Переложить на кого-то ответственность. Да, Краматорск или Мариуполь передаются каким-то другим странам. Нет. Ответственность не перекладывается, ответственность остается на Украине. Просто речь идет о том, что вот это распределение ответственности между странами ЕС, чтобы это не была абстрактная помощь, что называется, из общего котла, чтобы было видно, какая страна, насколько эффективно помогает восстановлению конкретного города. Кстати, вот могу пояснить, почему Мариуполь и Греция. А потому что в Мариуполе большая греческая община. Не все, может быть, знают, но в Донецкой области достаточно большая греческая община, в том числе и в Мариуполе, кстати, и название тоже греческого происхождения. И, кстати говоря, по этой же причине, поскольку президент хочет привлечь внимание конкретных европейских стран... Дипломатов он пригласил. Да, пригласили послов Украины в зарубежных странах. Их пригласили тоже в зону конфликта. Президент об этом сказал еще 24 августа, о том, что он инициирует такую поездку во время государственного приема в честь Дня независимости. Но я думаю, это сделано по двум причинам. Одна причина для того, чтобы они ознакомились с этой инициативой. А самое главное, это вторая причина, они почувствовали саму атмосферу, я бы сказал, запах этого конфликта в прямом и переносном смысле. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Конечно. Тактильное ощущение очень важно. Чтобы они свои эмоции могли донести потом и до европейских коллег. Вот это исключительно важно. Чтобы они почувствовали вот эту ситуацию, каково там на линии фронта, как живут прифронтовые города. И чтобы, скажем так, лучше прочувствовать, не просто понять разумом, прочувствовать необходимость оказания конкретной помощи этим городам. Поэтому я думаю, что это хорошая инициатива. И это добавит импульса работе наших дипломатов за рубежом. Еще был подписан закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях. Там, я так понимаю, речь идет в этих изменениях, которые касаются гарантии и права украинского войска. Да, я так понимаю. Ну, там многое. Сам закон как бы уже действует фактически. Ну да, еще в январе он был подписан. Да, да, да. Но он вступил в силу в конце апреля в той части, которая касалась изменений в структуре управления военной операцией на Донбассе. Режим АТО был заменен на операции объединенных сил, где фактически легализовано участие в отражении российской агрессии вооруженных сил Украины. И вот эта новая структура, она сейчас отрабатывается. Кроме того, сама прифронтовая зона поделена на отдельные участки, в которых действуют разные режимы контроля. Например, те районы, которые ближе всего к зоне боевых действий, ну, фактически прилегают к линии разграничения, там наиболее жесткий контроль. Есть ограничения в допуске людей, транспортных средств, столовой территории. Дальше уже режим свободнее. В принципе, это нормально с точки зрения безопасности и контроля за ситуацией при фронтовой зоне. Но вот эти изменения, что они в частности дадут? На самом деле, с одной стороны, речь идет о переходе от одного правового и военного режима к другому, более адекватному, вот от режима АТО. Ну, понятно, что не может антитеррористическая операция длиться годами. Ну, да. Ну, нужен был более стабильный и военный, и правовой режим, который бы позволил эффективно отражать агрессию в зоне конфликта, российскую агрессию. Кроме того, в этих же районах надо возобновлять нормальную мирную жизнь. Действуют военно-гражданские администрации. Есть масса нюансов, связанных с работой пропускных пунктов. Вот режим безопасности, ну и в то же время, чтобы эти пункты нормально работали. Потому что каждый день через эти пункты проходит иногда больше 20 тысяч человек и несколько тысяч транспортных средств. КПВ Майорск закрыли из-за обстрелов. Это регулярно происходит, к сожалению, когда идет обстрел, возникает опасность для жизни гражданских лиц и военных, пограничников, которые там работают, то вводится красный режим, режим опасности, и эти контрольные пункты закрываются. Обычно это где-то происходит на полдня, на день, а в этот раз на несколько дней закрыли, потому что обстрел был еще на прошлой неделе. И, кстати, вот отмечу, что как раз на прошлой неделе, несмотря на то, что в среду договорились о новом перемирии, начиная с 29 августа, но в четверг, 23 августа, произошло самое крупное боевое столкновение в зоне конфликта за последние месяцы. Хотя формально еще действует так называемое хлебное перемирие. Погибло несколько наших бойцов, была попытка прорыва со стороны боевиков, сепаратистов и российских войск, но она была отражена. То есть это лишний раз показывает, как инцидент на КПП Майорская, что, к сожалению, боевые действия там продолжаются. Ну да, особенно, да, ко дню независимости, скажем так. Я думаю, что это были как раз, извините, в кавычках подарки, своеобразные со стороны сепаратистов, которые не должны расслабляться. Давайте перейдем к другим немножко темам. В России вот появилась такая информация буквально накануне. Из-за ухудшения экономических показателей был разработан проект по разделению страны на 14 макрорегионов. То есть в целом эти части якобы будут похожи на федеральные округа, но с большим дроблением. В России ожидают, что в случае такого отделения экспортной перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30%. Также такое предложение обсуждали давно. Они считают, что раздел страны поможет избавиться от бюрократии и улучшить межрегиональные отношения. Это санкции так повлияли? Ну, я думаю, что и санкции повлияли, и общая экономическая ситуация в России. Но здесь, мне кажется, все-таки главная причина в другом. Вот странно слышать о том, что это борьба с бюрократией, потому что если увеличивается число управленческих единиц, по-моему, федеральных округов 7, а тут два раза больше вот этих новых административных единиц, а есть еще и субъекты федерации, их около сотни. Поэтому в данном случае речь идет об очередной надстройке. И, скорее всего, работают как раз бюрократические интересы региональных элит и их покровителей в Москве. Именно поэтому предлагается вот такая очередная управленческая перестройка. Кто-то хочет на этом заработать. Вот самое простое банальное объяснение. А формально это выглядит как некая управленческая оптимизация. Ну, там даже было заявление чего-то, что в связи с санкциями, ну, действительно... Нет, ну, теоретически можно предположить, что вот там, поскольку речь идет, прежде всего, об изменениях в больших федеральных округах в Сибири, на Дальнем Востоке, что акцент будет сделан в торговых отношениях со странами Азии, Дальнего Востока, может быть, по этой причине. Но каким это образом может повлиять, ну, изменение административной структуры на удешевление перевозок, мне, честно говоря, сложно представить. То ли там речь идет о каких-то хитрых схемах, да, которые хотят ликвидировать таким образом. Но в любом случае, чем больше управленческих единиц, тем больше будет бюрократическая нагрузка. Так что еще раз отмечу, что мне кажется, все-таки здесь работают прежде всего банальные бюрократические интересы. Кто-то хочет контролировать конкретные территории, которые сейчас не вписываются в границы федеральных округов. И вот пока мы зацепили тему России, Ирина Граченко заявила о том, что предположение выдвинуло, что Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени X. Можем ли мы говорить о том, что в данной ситуации Кремль может подыгрывать, вот Путин может подыгрывать своему куму, который сейчас активно пытается выбиться на политическую арену, вернуться. И заявление о том, что он будет там в президенты пробовать. Нет, но заявление о президенте я пока не слышал. И думаю, что вряд ли, скорее всего, будет баллотироваться Рыбинович, у которого есть рейтинг от этой партии. А вот ставка на парламентские выборы и на то, чтобы Медведчук получил депутатский мандат, да, такая ставка может быть сделана. Весьма вероятно, что речь идет о постепенной раскрутке Медведчука. И эта раскрутка уже началась. Но ввели ее сначала в России. Я напомню последний масштабный обмен заложников и пленных, который произошел в конце прошлого года во время избирательной кампании в России. Путин сам на этом попиарился, но попиарил и Виктора Медведчука. Отметил, что это его заслуга. Там и патриарх Кирилл присутствовал. И вот теперь, я думаю, что ждут тоже подходящие моменты, когда еще раз можно подыграть уже Медведчуку, но в украинском контексте, где он будет уже как украинский политик присутствовать. Мессия. Ну, понимаете, в чем тут проблема. Я думаю, кстати, что вот эта ситуация вся хороший повод пересмотреть статус Медведчука. Ведь он является официальным представителем Украины наряду с Ириной Герасченко в гуманитарной подгруппе, в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Но если человек ведет уже официальную, публичную, партийную, политическую деятельность, то здесь возникает объективный конфликт интересов. Да, вот та же Ирина Герасченко тоже член партии, блок Петра Порошенко, но она зампредседателя Верховной Рады Украины. Вот этот ее статус, он во многом помогает в переговорах. А вот Медведчук в данном случае действительно может использовать свой статус переговорщика для пиара. Хорошо, пусть помогает, но неофициально, неформально. И боюсь, что действительно вот эти опасения, которые высказала Ирина Герасченко, они действительно имеют место. Путин и российское руководство могут подыгрывать Медведчуку, действительно используя эту тему заложников. Некоторые заложники могут даже не дожить до этого срока. И это тоже, к сожалению, проблема присутствует. Но тут, знаете, есть такая циничная тактика вообще со стороны России. Во-первых, они жестко разделяют. Есть заложники, которые находятся в сепаратистских республиках. Их судьбу обсуждают в Минске. И то, вот Медведчук как раз озвучил эту тему в недавнем своем телеинтервью. Они предлагают обмен, если не ошибаюсь, 174 сепаратиста, которые находятся в Украине, на 46 украинцев, которые находятся в плену в сепаратистских республиках. Как обычно, неравноценный обмен. Да. Но он говорит, что, мол, украина говорит, что больше 100 человек там находится. А почему 46? Установлено только 46. Но недавно мы были у омбудсмена, там вообще речь идет более 50 наших политзаключенных. Нет, это другое. А вот есть политзаключенные в России. И идут переговоры об их обмене. Но Россия отказывается, причем выставляет очень, я бы сказал, такие лживые объяснения, аргументы. Например. Причем там такая идет игра, где используются хитрые многоходовки, которые должны заставить Украину фактически признать Крым российским. Они, например, предлагают, Москалькова, их уполномоченная по правам человека, говорит, мы не можем выпустить Сенцова и некоторых других, потому что у них российское гражданство. При этом не упоминает, что у Сенцова, Сенцова фактически навязали российское гражданство, он его не принимал. Ну, как и всем остальным жителям Крыма. Правильно, да. Да, то есть насильно им дали. Ну, то есть получается как? Они по факту, да, юридически, они там, может, их заставили стать гражданами России, но их могут там спросить, вы признаете себя гражданами? Нет, не признаю. Дело даже не в этом. Они говорят, что мы их не можем выпустить, раз они имеют фактически двойное гражданство. А помилование, прошение, помилование Путина не может идти речь? Этот аргумент тоже используется. Но теперь вот новый аргумент, что, мол, двойное гражданство, поэтому пусть Украина подпишет соглашение о признании двойного гражданства. Я напомню, что у нас Конституция не допускает двойного гражданства. К тому же, вот в чем здесь хитрость, двойное гражданство формально имеют многие жители Крыма. Например, крымские татары, которые не отказались, не только крымские татары, и многие украинцы, которые не отказались от украинского паспорта. Но у них такая ситуация. Но теперь Россия хочет использовать эту ситуацию, да еще и проблему Сенцова, чтобы нам фактически навязать таким образом непрямое признание Крыма частью российской территории. И вот эта игра, к сожалению, она такая лживая, циничная, подлая. И здесь на карту ставят жизнь, уже не просто судьбу, но и жизнь заложников, наших граждан, которые находятся в российском плену. Да, отличная игра. Спасибо большое, Владимир. К сожалению, время больше нам не позволяет уделить этому вопросу. Гостем программы «Лицом к лицу» был политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Я, Евгений Огарков, прощаюсь с вами. Увидимся на телеканале UATV.